Основатели мессенджера Telegram Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Лебурже. Об этом сообщили французские телеканалы TF1 и BFM TV со ссылкой на источники. Бизнесмена задержали, когда его частный самолет прилетел в столицу Франции из Азербайджана. Вместе с Дуровым были охранник и женщина, имя которой журналисты не называют. Основатель Telegram был включен во французскую базу данных преступников и разыскиваемых лиц. У встретивших его правоохранителей был ордер на обыск, выданный на основании предварительного расследования. Документ действовал только при нахождении Дурова на территории Франции. Как сообщает TF1, Дурову могут предъявить обвинения, связанные с терроризмом, наркотиками, мошенничеством, отмыванием денег, продажей краденого и сексуализированными преступлениями против детей. Все это из-за отсутствия модерации в Telegram, а также из-за отказа администрации мессенджера сотрудничать с властями и применение различных инструментов Telegram, таких как криптовалюта и одноразовый номер. Французские правоохранительные органы считают Дурова соучастником преступлений, совершаемых при помощи Telegram в связи с отказом от модерации контента, отмечает собеседник BFMTV. Павел Дуров имеет французское гражданство с 2021 года, но избегал поездок в европейскую страну и в целом старался не посещать страны, где Telegram находится под наблюдением. По неподтвержденным данным, частный самолет бизнесмена вынужден был совершить посадку во Франции для дозаправки. Как пишет TF1, власти Франции могут использовать арест Павла Дурова для давления на другие страны Европы, чтобы те активнее боролись с зашифрованными мессенджерами, которыми в том числе пользуются террористы. На данный момент Дуров находится под стражей, ему грозит до 20 лет тюремного заключения. При этом перед судом он предстанет как гражданин Франции.